Северодонецк начал свою работу консалтинговый центр по обеспечению бесплатной поддержки предпринимателя в городском центре занятости. Делается это с целью модернизации службы занятости и ориентации на европейский уровень. Об этом сообщает прислужба Луганской областной военно-гражданской администрации. Работа центра планируется по двум векторам. Первое направление для открытия бизнеса и второе направление поддержки собственного бизнеса. Эту тему постараемся сейчас обсудить с директором Луганского областного центра занятости Сергеем Болоцкий. С нами на прямой скайп связи Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Центр уже открыт и направление центра мы уже сообщили нашим зрителям. Направление для открытия бизнеса и поддержка собственного бизнеса. Вы проводили определенные анализы, открывая этот центр. И как вы считаете, будет ли этот центр пользоваться определенной популярностью у наших бизнесменов и предпринимателей региона? На сегодняшний день мы проанализировали всю ту работу, которая проводилась с нами, нашими международными партнерами на протяжении уже двух лет. Практически по созданию занятости населения, по созданию рабочих мед в малом и среднем бизнесе. И мы увидели, что необходимость в нем существует, потому что для человека очень важно психологически настроиться на то, что он может создать и заняться собственным бизнесом. Поэтому для таких людей мы сегодня и планируем открытие таких центров не только в Северодонецке, но и при других наших центрах. Для того, чтобы человеку было проще, во-первых, понять бизнес, войти в бизнес. И уже придя непосредственно в цен занятости, получить самые различные консультации различных специалистов, которые связаны с малым и средним бизнесом. Здесь мы хотим сказать спасибо нашим социальным партнерам, фондам различным социальным, нашим налоговой службе, пенсионному фонду, банкирам нашим за то, что они откликнулись. А уже насколько он будет востребован, я думаю, жизнь покажет, но пока мы видим, что необходимость в создании такого центра есть. А что конкретно, какие конкретные услуги будут наданы в этом центре? То что человеку нужно иметь с собой, чтобы прийти, понимание, где она хочет создать бизнес, или просто деньги, которые она имеет на бизнес? С чем вы приглашаете до себя? Это уже второй этап нашей работы. В принципе, мы продолжаем работу по привлечению к созданию малого бизнеса через международные организации, через выдачу грантов. А уже когда человек непосредственно определился, когда ему необходимо создать бизнес-проект какой-то, какой-то бизнес-план написать, тогда включаются в работу сотрудники нашего центра. В принципе, любой человек, независимо от того, стоит он на учете в центре занятости или не состоит, он может обратиться к нашим сотрудникам. Если они не владеют достаточной информацией для ответа на его вопросы, мы будем связываться, мы будем коммуникаторами между различными службами, чтобы человеку было проще получить ответы на его вопросы. В принципе, это вопросы, которые касаются открытия бизнеса, создания того же бизнес-плана. Чем и с кем сможете связать уже предпринимателей, которые хотят защитить свое направление уже бизнеса, который существует у них? Здесь тоже мы будем выступать, как сказать вам, коммуникаторами между этим бизнесом. Вы же знаете, что сегодня создаются административные центры, центры на данные социальных послуг, где человек, придя в одну точку, в одно место, может получить самые различные консультации. Поэтому у нас в центре будет расписан график, когда могут обратиться к каким специалистам наши бизнесмены и, придя непосредственно в центр занятости, получить те ответы не только узкопрофильные, но и на ряд различных вопросов. Мы планируем проведение специальных семинаров, будем приглашать наших бизнесменов на такие семинары, где мы будем приглашать людей из различных инстанций, из различных структур. И будем проводить семинары, направленные на поддержку этого бизнеса, на какие-то психологические, может быть, аспекты ведения бизнеса. Ну и в то же время будем оказывать непосредственно практическую помощь, если будут специалисты, которые необходимы для этого. Красно, дякуймо вам, что были на связку. Сергей Белоцкий, директор Луганского областного центра занятостей, был с нами скайпом в живом эфире.